Добрый день, Виктор! Вот это лето, а может быть и весь год, прошло у тебя под знаком того, что ты руководитель детского театра «Дорунок неба», стал руководителем взрослого театра, который называется «Втык». Это правда, да? Как это получилось? Дорос. Доросли у меня. Родители до театра доросли. Из зрителей выросли в артистов. Хорошо. А как все-таки это случилось? Повод какой-то был, правда же? Ну, я всегда сравниваю, говорю, искусство — это своеобразный наркотик. И когда ты видишь этот процесс, он вовлекает. Ты становишься участником. Где-то сначала ты какой-то костюмер, какой-то помрешь родитель становится, функции выполняет какого-то реквизитора, монтировщика декорации. И где-то какие-то моменты он уже понимает, что он уже в этом театре живет. Даже в театрах мы знаем случаи, когда монтировщики в итоге оказывались актерами или костюмерами. Многие знаменитые актеры начинали с работников цехов. И так, наверное, и родители. Знаете, как вот мама говорит, ну что ж, мы ездим, ездим. Они выступают, а мы сидим. Давай уже и с нами что-нибудь делай. А некоторые актеры, мы сегодня познакомимся, которые давно меня просили. Ну возьми меня уже в театр, я уже хочу, я готова, я хочу играть, давай. И вот как-то, ну, я всегда говорил, наверное, свыше. Вот пришел тот момент, да, созрел этот театр. И название созрело. Вот оно все пришло буквально в считанные минуты, дни, наверное. И пьеса пришла, и актеры на эту пьесу пришли, и дальше оно пошло. И проблематично. Очень много времени занимает, много сил занимает. Но когда вот делаешь любимое дело с людьми, которые этого хотят, оно льется. Оно не рвется, оно льется и ложится вот как бы вот, и получаются такие вещи. А как легла на душу пьеса Аси Котляр «Рай на земле»? Ну, Аси Котляр у меня давняя любовь с ней, я всегда горжусь, она меня называет своим первым мужчиной. У нее, кстати, позавчера был день рождения, пользуюсь случаем, я ее поздравляю. Здоровье ей, самое главное, музы ей получили. И соединяюсь. Так получилось, есть такая знаменитая библиотека в интернете, библиотека Сергея Ефимова, где все драматурги желающие выкладывают свои пьесы. Я, как говорится, всегда в ней постоянный читатель. И со студентами тогда театра «Стук» я работал и для себя подыскивал материал. Но уже будучи руководителем театра взроскового своего Дарун Канеба. И вот случайно мне попалась пьеса «Ангелы не плачут» тогда. Котляр никто не ставил, никто ее не знал. Меня зацепила эта пьеса. И тоже, как обычно, два месяца. И тогда вот тогда Николаевна приехала. Это была первая пьеса, довольно успешная. И вот пошла моя дружба Саси Котляр. Ну, мы с ней как бы в камертончик в унисон звучим. Вот ее мысли, ее состояние души. Мне часто говорят, что это какой-то женский режиссер. Много женских пьес. Не знаю почему, может быть, но как бы мне вот… Да, так получается, что в основном у тебя… И даже в детском спектакле «Дарунок неба» там тоже несколько мальчиков всего лишь. Да, ну как несколько. Там у меня мальчика четыре, вот уже старших мальчика три у меня как бы. Мальчики есть. Но вот как-то вот пьесы вот как-то так получается раскрыть. Может быть, потому что драматурги больше раскрывают женские образы. Вот созвучные… А может ты больше понимаешь психологию женской души? Нет, ну, наверное, психолог уже обо мне скажет или Господь Бог, что я понимаю, я не знаю. Ну вот как бы мне это близко. И вот следующая была пьеса… Я тоже, я три года ходил с пьесой «Рай на земле», мне не было тогда героини. Сегодня у меня уже две героини отыграли Рединку. Как бы вот пошло… Ну, если я говорю, если это Божье, то это состоится. Ну, значит, это нужно было и не в тринадцатом году, а в семнадцатом году. И это нужно было именно этим артистам ее сыграть, и этой публике это увидеть. Ну, все, что не делается, все правильно. Вот мне повезло. Я принимал участие с самого начала, не столько репетиции, а с самого начала, я бы сказал, создание этого спектакля. И как-то получилось, тоже судьба свела меня с вашим театром. «Слава тебе, Господи!» Мы вместе с вами пошли к бомжам здесь, на проспекте Ленина, на какой-то еще другой улице. Там их кормили. Я с оператором Поповым Андреем все это снимал, снимал вас. Вы туда принесли... Вещи, продукты. Вещи, продукты. Вы с ними общались, с этими людьми. Только говорят обычно, вот Станиславский, чтобы поставить там на дне, он пошел туда вниз к этим по-французски, говорят, к лошарам. А вы тоже таким образом... Но я не знаю, как это получилось. Если специально ходить по этому поводу, чтобы вроде бы там что-то узнать, вроде бы чему-то научиться, это одно. А если сочувствовать этому, как у вас получилось, именно сочувствовать, то есть вы их и кормили, вы их и одевали, вы пошли от всей души к этому. И видно, тогда у всех людей все это получалось. Я помню примеру этого спектакля. Она прошла в Театре Кукол. 5 апреля. 5 апреля. Там небольшой зал. В камеру. В камеру небольшая сцена. Пришли все люди, которые понимают, что такое театральное искусство. Приехали из других городов. Была солидная театральная критика. И это понимающие люди были. Они не были снисходительными коматорами. Мы рисковали. Правда же? Конечно. Я прекрасно понимал, что рисковал, как мне все успокаивает, все будет хорошо. Ну, просто для меня само имя Василий Васильевич Неволов, знаменитый театральный критик. Для меня это, как вот сдавать, я не знаю, госэкзамен на диплом, каждый раз перед ним показывая спектакль. Но всегда нервничаешь, потому что человек возглавляет жюри Homo Ludens. Человек известен во всей Украине и за ее пределами, как театральный критик. Он понимает и в профессиональном театре, и в аматорском театре. Что он сказал? Вы, наверное, и читали. Я не хочу хвалить спектакль. Не, ну все равно. Он высоко отозвался, он дал высочайшую оценку этому спектаклю. Он сказал, что для аматорского театра, для уровня сына. Кстати, потом и одесситы написали. Мы когда сыграли в Одессе спектакль, и тоже была театральная критика, они сказали вечером, когда мы после спектакля еще раз подошли, так пошутили с нами, что мы желтая пресса. Мы очень желтая пресса. Я говорю, ну знаете, черный пиар, тоже пиар я пошутил. И через несколько дней вышла критика одесситов. Мы играли в центре на Малой Арнаутской, где было сказано, что очень правильно, очень нужная пьеса, что это то, чего сегодня не хватает государственным театрам. Это то, что почему-то они замечают. Вот такие пьесы сегодня должны быть в обществе для того, чтобы мы обращали внимание на вот такие проблемы и меняли психологию сознания людей по отношению к другим. Ну вот давайте посмотрим, вспомним этот спектакль в театре кукол и посмотрим отрывок из этого спектакля. Пожалуйста. Слышишь, кобыла? Вы не смейте так разговаривать с пациентами. Придите отсюда, я вам говорю. Добренькая какая нашлась. А ты вот возьми ее к себе домой и пусть она поживет у тебя хотя бы то время, пока швы не заживут. А? Что, слабо? Или вот саки-сраки вот эти возьми ее да постирай. Все вы мастаки говорите. Но ведь это же ваша работа и вы ее почему-то выбрали. Бог ведь один для всех и все вы равны перед ним. А, ты о Боге вспомнила? А чего ж твой Бог-то квартиру у нее забрал, а? Или где он был, когда ее месячную мать родная на кладбище выбросила, а? Я у тебя спрашиваю, где он был твой Бог? Или когда ее в детском доме били всем, кому не попадя. Где он был, Бог такой, а? Все вы мастаки говорите. Пусть я грубая, пусть я злая, но только не от хорошей же жизни. Муж у меня алкаш. За ним глаз да глаз нужен. Сюда прихожу. Тут эти ангелы. А у меня сердце кровью обливается, глядя на них. Потому что ну ничего я сделать не могу. Ничего. Правительство бы наше сюда. Пусть бы полежали с ними вместе в общей палате. Подели бы то, что они жрут. Вот тогда, может быть, что-то изменилось в нашем обществе. А так, всем у нас такие говорить. Для бомжей Рай зимой попасть в больницу. Потому что не мерзнуть, не есть что покушать и так далее. Ряденька, а правда, что тебя на кладбище нашли? Рабка. Шла бабка старая по лесу, леданку до внесла. Слышит крик детской смоилки. Она дрова кинула и бегом, а там я лишь не надрываюсь. Не месяц, наверное, был. Она меня все взяла, манинчика подержала, да в детдом сдала. И то нехорошо было. Там няня была. И Бога верила и меня получила. Мужчинка Региночка, он всех любит, обо всех заботится, говорила. Как бы тяжело тебе не было, верь, ё-моё, что он посылает столько испытаний человеку, сколько тот выдержать может. Вот всю жизнь уверен, что когда-нибудь он посмотрит на меня бедно и скажет. Все, доченька, все испытания ты выдержала, а теперь свободна ты и счастлива, и все у тебя есть, и дом, и семья. Все есть. А семья у вас есть? А как же? У каждого человека семья есть, и у меня была. Закончила я школа, значит, в автобусе. Мне было семнадцать лет тогда. А там парень едет, красивый такой, на евре похожий. Смотрит на меня, смотрит и говорит. Девушка, а не подскажете, который час? А я ему бойко так отвечаю. Куда у меня часы, милок? Где же я детдомовская? Отойдет, думаю. А детдомовских боялись. Очень за себя постоять могли. А он не отходит. Вышли с лицом, не говорит. Пойдем, я тебя с мамой познакомлю. Я и пошла. Пока до дому дошли, она сказала мне, что дренат был, и дети были. Жена его гадина изменила ему. Теперь жалеет. Она зло не дает. А так-то мы все же все положили взрослые. Официально-то он на ней был женат до самой смерти. А может и хорошо, что дочь моя померла. Так померла. А вот так. Взяла и померла в 17 лет от рака крови. За неделю сгорела. Сначала свихров ушла. Потом Алинка моя. Потом Димка от рака крови. Все в рай пошли. А у меня рай на земле начался. И не жила, и не умирала. Димкина жена права на квартиру заявила. И по закону квартира ей досталась. А мне куда, ё-моё. Вот так на улице и оказалась. И пять лет уж так маясь. Летом еще куда не шло. А зимой полная клей. Все-все спать давай. А где же тот урожен, Который всем дорожен. А где же тот, что тоже ждет, Спешит навстречу тоже. Взял отрывок из одной из наших передач, Который бывает здесь. Но когда? Месяца три-четыре назад. Правда же? Да. А вот теперь все перепуталось. Теперь сидят другие исполнители в этом спектакле. Они по разным причинам Заменили некоторые из них тех исполнителей. Или просто играют в очередь. Так, Виктор? Ну, и та ваша версия таверна. Потому что, ну, все-таки аматорский театр Это не профессионально. Есть основные работы. Есть семья. И хотелось, чтобы спектакль жил. Алена Павловна у нас незаменима. Она уже две руки в этом спектакле сыграла. Аня тоже велась спектакль. А Зоя это именно вот та женщина, Которая, наверное, если так брать по истории театра, Она самая древняя. Она вот первая еще десять лет назад Меня просила о том, чтобы Ну, давай сделай взрослый театр. Ну, давай сделай. И вот как бы следующая пьеса, Которую мы ставим. Стоп. Мы на этом пока... Молчу. Я ж почему здесь прервал тебя, извини, Виктор. Потому что мне интересно было Показать не только отрывок из премьеры Из этого спектакля. Но мы же потом сделали с тобой Вот здесь, в этой студии, телевизионный вариант. Ну, это вообще уникальный. И в этом варианте играли уже другие люди. Правда же? Давайте сейчас посмотрим Отрывок из телевизионного спектакля. Давайте? Давайте. Э, э, тебя как звать-то? Настя. Я же говорила. Мне нет. Мне нет, ее моя, не говорила. Настя, значит. А я ревинка. Вот и познакомились. У меня ж, Настюха, сегодня день рождения. Поздравляю. Юбилей. Шестьдесят мне встукнула. Галька, подружка, приходила. Подарки принесла. Хорошо. Подарки, я говорю, принесла. Отметик, чем принесла? Ну, что, баб Кать, отмечать будешь-то? Буду, конечно. Давай. Ну, тебе я такое предлагать не буду. Судя по твоей сумке, ты такое не пьешь. А мы с баб Катей запросто. Запросто. Смотри, баб Кать, не сдохни раньше времени-то. Я тебе вроде как за тебя отвечаю. А что за меня отвечать? У меня дочь есть, чтоб отвечать. Регина, у меня подарок от меня, чтобы по отделению красивая ходила. Ой. Вера, возьмите у меня в пакете конфеты. Пойди сюда, сердешная. У меня тоже подарок имеется. Ой. 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 Держи, родник. Ой. 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 Памекаешь-то? Я от чистого сердца. Вдруг сгодится. Фу-фу-фу. Не дай бог. Ну, но если я от чистого сердца, тогда беру. Ой. Спасибо всем. Спасибо. Ну вот, дорогие гости. Я бы хотел, чтобы вы сейчас по нескольку слов сказали о том, что вы сейчас увидели. Ваши отношения по поводу этих двух отрывков из одного и того же спектакля. Пожалуйста, Аня. Ну, судить сложно. Во-первых, и тот отрывок, и тот отрывок. Люди играли от чистого сердца. Нравится. Честно. Артисты все замечательные. Я не могу сказать, что какой-то лучше, какой-то хуже. Я внедрилась уже, конечно, во втором спектакле. У меня была маленькая роль, случайно туда попала. Но я очень довольна, и я теперь буду продолжать заниматься этим делом. Надеюсь, у меня все получится. Так уже получается. У нас премьера только состоится. Оп, стоп. Зоя. Зоя Тесли. Давайте. Я смотрю, что я смотрела эту выставку три рази. В Театре Ляльок. Так. В Воскресенске. А третий раз тоже в Театре Ляльок. Да. Два раза показали. Вы знаете, три разы смотрела. Три разы, значит, первый раз. И слезы кутились сами. И переживала. И, напевно, десь, даже, правда, в подсознании, напевно, понимаешь этих бомжей. И, даже, чувствуешь себя ним. Угу. Такое глубокое проникновение, как говорят, на Театре, да? Дуже. Я, скажем, может, не думала, что так получится у Виктора. Настолько зацепить всех за душу. Я, видно, его недооцинила. Не знала просто. Не-не, я его просто не знала. Ага. Значит, вот видите, тут сделал человек еще. Еще выше поднялся в творчестве. Алена. Ага. А вы? Ну, а мне посчастливилось открыть, так сказать, сезон. Премьера была с моим участием. И последний спектакль тоже играла я. Ну, я хочу сказать, что девять спектаклей у нас было. Да, уже девять отыгранных спектаклей. Девять спектаклей. Я хочу сказать, что с первого спектакля по девятый спектакль моя роль обросла. То есть первый раз я играла первый спектакль, это где-то был перепук. Такой вот. Да. Потому что меня ввели за два дня до премьеры. А последний спектакль я, конечно, уже и подучила роль, и вникла. И импровизация. Да. Я не считаю, что мой персонаж отрицательный, хотя там герои и героини говорят обо мне плохо. Я просто поняла, почему я такая вот в своем монологии. Я говорю о том, что я не злая, просто жизнь такая. И поэтому вот мое отношение такое к этим людям, к этим бомжам. И жаль, к сожалению, каждый человек по отдельности, он может малое сделать. А если объединить, и если еще правительство к этому приложит руку, то, конечно, эта проблема будет решаема. И я думаю, таких людей просто не будет в нашем социуме. Виктор, девять спектаклей уже было. Для Матерского театра, уж поверьте мне, телезрители, это, конечно... Это даже не полгода. Это даже не полгода, и это вообще большое исключение. Обычно большие спектакли играют раз, два, ну, может быть, три раза, где-нибудь на фестивале еще. Два раза у себя, к примеру, в городе, где-то на фестивале. Вот. А здесь уже девять. Где были спектакли? В Воскресенске, в Николаеве, в Киеве, в Краматорске, в Одессе. А сейчас вот в Николаеве, три раза в Николаеве был спектакль. То есть в сумме это все девять спектаклей. Сейчас вот готовимся Черкасс, Каменец, Подольск. Так. Как бы я себя всегда ставлю за правило, я всегда говорю, я не люблю одноразовых спектаклей. Угу. Если уже его делать, если его создавать, то как минимум год его нужно катать. Значит, я вот что еще скажу. Значит, в интернете ты не стесняешься появляться оптимистически настроенным к работе. Да и не только к работе, к жизни. Я так посмотрел на это дело. Правда же? Ну да. Я увидел, что для всех и аматорских, и профессиональных театров лето – это каникулы, это отпускная кампания. Вам респект, дорогой товарищ, и вам тоже. Вы репетируете, не правда ли? Я скажу, я даже похвалю в этот раз, я резко хвалю как бы, но похвалю, потому что у меня так сложилось по определенным обстоятельствам, я в этом году остался без отпуска, но у меня попала возможность поехать отдохнуть на море Глазурное, на Кенбургскую косу. И вот когда я уезжал, брал ангулы, они продолжали питьировать без меня. Процесс не останавливался. А это свидетельствует о их желании. Мне там в одном комментарии мама написала, знакомая написала одна что. И когда они все успевают, вот это хобби. А я сказал, что если ты это любишь, ты всегда найдешь время. Если ты хочешь этим заниматься, ты найдешь время. Ты и ночью будешь ходить. А если ты этого не любишь, и тебе это в тягость, ты все равно этим заниматься не будешь. Вот почему вы любите театр? Полюбили сейчас, это очень здорово, понимаете? Каждое скажите по несколько слов, пожалуйста. Раньше я просто увлекалась и ходила на спектакль в театр. Потом так получилось, что я отдала дочь в театральную студию. Ну и пока я с ней на репетиции, пока мы с ней по концертам, я так прониклась, мне так стало интересно, что когда создался театр в тык, сама судьба меня туда привела. Зоя? А вы знаете, я с детства еще мріяла хоть маленькую роль играть в выставе. И когда я познайомилась с Виктором Миколаевичем, это было больше десяти лет назад. Это было давно. И я побачила, какой он творчий. Зрево давно, да? Ага. Какая творчая людина. Я говорю, Витя, ну возьми меня, пожалуйста. Вин всеми необязанками. Все, все. Ловлю на слове. Витя, возьми меня, пожалуйста. Обязательно. Я десять роков чекала. Я десять роков чекала. А? Десять. Ну еще вас удивить впереди. Почему? Ну я думаю, что найдется мне там какая-нибудь небольшая роль, да? Пожалуйста. Ну, с театром я немножко была связана раньше. Я играла в детских, в коммерческом театре класс. И немножко небольшой опыт есть. А потом я стала мамой. Многодетной. Да. Ушла в декрет. И, к сожалению, вот у меня пропала эта возможность заниматься в театре. А тут Виктор Николаевич откуда не возьмись. Ну, естественно, я, как и все мамы, сначала ребенка к нему отдала. И я была увлечена его работой и игрой своего сына. А потом так получилось, что Витя сделал театр для взрослых и пригласил и меня. Я очень рада этому. Виктор. И мне очень нравится. Спасибо. Виктор. Полминуты времени. Что вы сейчас репетируете? Наша кухня. Тоже котляр. Тема спектакля «Война никогда не заканчивается». Ситуация разворачивается в 80-х годах. Но когда человек просматривает спектакль, понимает, что она очень актуальна сегодня. Угу. Есть трагикомедия, а это коми-трагедия, скорее всего, так. Начинается. Вот эти девочки играют в этом спектакле. Три женщины. Но очень веселый спектакль, переходящий в нерв. Жаль, что мне не найдется в этом спектакле роли. Но я дождусь своего. Спасибо вам, что вы пришли. Я очень желаю вам, чтобы у вас все так получалось. Вам уже невозможно планку опускать ниже. Вы должны выше работать, гораздо выше. Старайтесь. Я вам желаю большого творческого настроения и успеха. До свидания. До свидания. Спасибо. Сейчас мы ждем. До свидания. Мы ждем. Продолжение следует...